Самуэль Жига вернул бы Промейса в Спартак. Защитник Спартака Самуэль Жига в интервью РГ рассказал об ожиданиях от нового сезона, а также признался, что с удовольствием вернул бы в команду голландца Квинс и Промейса. Из-за травм Самуэль Жига провел в прошлом сезоне лишь 11 матчей. Фото, РИА новости. Дебютный сезон Жига в нашем чемпионате получился скомканным. Француз, купленный у Гента, по неофициальным данным, за 8 миллионов евро, сходу закрепился в основном составе и стал одним из ведущих игроков красно-белых. Но в начале сентября прошлого года Жига получил травму крестообразных связок колена в выездном матче против «Зенита». И выбыл на полгода. Вернувшись в строй, Самуэль провел несколько матчей, а чуть позже вновь заработал повреждения. Из-за него футболисту пришлось перенести операцию. Сейчас Жига, залечив все болячки, готовится к новому сезону. В котором, по его словам, перед «Спартаком» стоит задача стать чемпионом страны. И успешно выступить в Еврокубках. В мае вы перенесли операцию на Мениски. Как сейчас себя чувствуете? Самуэль Жига уже намного лучше. Начал тренироваться с командой, подтягиваясь к Астольным. Но вот когда буду готов прямо на все 100% не готов сказать «Не знаю», произнес по-русски. Минус. Ахмат объявил о переходе Глушакова, насколько важен результат в матчах в межсезонье. Самуэль Жига, важнее всего, конечно, подготовка. Хотя и выиграть приятно. Мы ведь выходим на поле не просто так, а чтобы побеждать. А насколько тяжело тренироваться в такую жару, которая была, к примеру, в Австрии. Самуэль Жига, я привык к такой температуре. Мне комфортнее играть в таких условиях. Но при этом я спокойно отношусь к холодам. При любой погоде надо выходить и играть. В прошлом году вы получили травму крестообразных связок колена, а затем перенесли операцию на Мениски. У вас раньше были такие повреждения. Самуэль Жига, я впервые порвал крестообразные связки. Никогда раньше не выбывал на такой срок из-за травм. Надеюсь, больше такого со мной не повторится. Тяжело было переживать все эти месяцы без футбола. Самуэль Жига, конечно. Но жизнь такая штука. В ней есть вещи важнее футбола. И порой ты понимаешь, что все могло быть намного хуже. Операцию после разрыва связок коленом не делали в Италии. И там я видел столько людей, которые получили более серьезные травмы, чем я. И операции были сложнее. Смотря на это, я думал, мне еще, можно сказать, повезло. В жизни все относительно. Когда смотрели матча Спартака пануют боку, порой не возникало мыслей, ну как они так играют? Куда пасуют? Самуэль Жига, такого не припомню. А вообще очень тяжело смотреть матчи своей команды по телевизору или со скамейки. В такие моменты я стараюсь быть терпеливым. Минус. Экс-капитан Спартака перешел в Динамо. Когда переходили в Спартак, представляли, что он настолько популярен в России. Самуэль Жига, я знал, что Спартак самый популярный клуб России. И что за него болеют миллионы. Чувствуется, что к нам особое внимание. Особенно это видно на выездных матчах. Приезжаешь в какой-нибудь город, а там полно спартаковских болельщиков. И это дорогого стоит. Мы не можем подвезти этих людей. В прошлом сезоне вы провели всего 10 встреч в премьер-лиге, одну из них с ЦСКА. Успели понять значимость матчей с армейцами? Самуэль Жига, конечно. Это особенная игра. Я бы сравнил матчи против ЦСКА с войной. Все выходят на поле и готовы на все ради победы. В чемпионском сезоне у Спартака было сразу несколько лидеров. А сейчас, такое ощущение, их нет. Согласны? Самуэль Жига, смотря что вы имеете в виду. Есть лидер в раздевалке, а есть лидер на поле. И далеко не всегда им является один и тот же человек. Думаю, в прошлом сезоне нам не хватало вожака на поле. Раньше, например, им был перемес. Мы знали, даже если у нас что-то не получается, Квинси выручат. Жаль, он ушел из Спартака. Сейчас чуть ли не все эксперты говорят, что лидером Спартака должен стать Георгий Джики. Он готов к этой роли. Самуэль Жига, готов. Во второй части сезона Георгий был капитаном. Если тебе дают повязку в таком клубе как Спартак, то ты обязан быть лидером. Такой человек как Джики очень нужен нашей команде. Могу о нем сказать только хорошее. Минус. Дмитрий Камбаров, мне нужно играть. Что скажете об Олеге Канонове? Его идеи доходят до игроков Спартака. Самуэль Жига, у нас команда серьезно обновилась. Много молодежи. Нужно время, чтобы они научились тому футболу, который от них требует Канонов. Могу точно сказать, что мы стараемся выполнять его установки. Но всем нам нужно время. В Краснодаре Тули Канонов доказал свой класс. Уверен, у него все получится и в Спартаке. Какая российская команда вам больше всего нравится по игре? Самуэль Жига, Ростов. Обычно все называют Краснодар. Самуэль Жига, у них отличная команда. Но я смотрю на футбол с точки зрения защитника. И мне нравится игра ростовчан в обороне. У вас ведь был вариант с переходом в Краснодар до Спартака. Не жалейте, что не срослось. Самуэль Жига, нет. Мне незачем жалеть, потому что я играю в самом популярном российском клубе. И хочу что-нибудь выиграть со Спартаком. Будь у вас возможность, какого игрока пригласили бы в Спартак? Самуэль Жига, это не моя работа, улыбается. Но если подумать. Наверное, Промейса. Фантастический футболист. Думаю, он еще сыграет за Спартак. Это расширенная версия текста, опубликованного в номере RG Sport Football игроки и тренеры спортивной организации футбольной клубы Спартак.